Ну, теперь давайте я вам просто подробнее расскажу про всяческие другие стили и всякие другие возможности в ротах документов, кроме вот этих вот базовых, минимальных навыков, которые вы должны будете продемонстрировать. Значит, на группах стилей, которые мы рассмотрели, это стили абзац. Применяются к абзацу телефон, поэтому, размечая абзац стилями, нам не надо было выделять, а достаточно было в нем находиться. А вот рядом, если посмотрим, есть группа, которая называется стили символа. Я могу в нее переключиться и увижу, что сейчас используются три типа, уже используются, да, три типа стилей символа. Стили символа – это те стили, которые применяются к отдельным символам в абзацах, к одному слову, к нескольким словам. То есть, когда вам что-то надо выделить внутри предложения, скажем, или выделить целиком предложения. Вот, выделенное слово, видно? Значит, и видно, что это стиль, который называется выделением. Когда я встаю на вот эти слова, это стиль базовый, имеется в виду стиль символа уже базовый. А вот этот стиль символа называется выделением. А есть еще ссылка указателя, они используются вот здесь. Если я удалю оглавление, то они из списка пропадут, видите? То есть, они там, в оглавлении их задействованы. Так вот, что я вам хочу сказать. Вам ничуть не дольше разметить слово «стилем», чем лазить, скажем, вот в эту панель, да, и размечать его, скажем, в силу. Но при этом вы приобретаете массу полезных преимуществ. Я специально сейчас вообще отключу панель форматирования, чтобы вы видели, что я без нее прекрасно буду обходиться. Я обходила их до сих пор. Вы, делая контрольную работу, можете сделать то же самое, чтобы вам не хотелось залезть и понажимать на те быстрые клавиши. Выравнивание жирности или курсивности, эту панель можно просто убрать, чтобы это все было вам недоступно. Так вот, допустим, я хочу предприятие производителей, предприятие производителей разметить выделением. Я дважды щелкаю по стилю выделения для этого. Ну, скажем, философию производства я тоже хочу разметить. Я дважды щелкаю здесь, выделить. Значит, если вы потом придете к своему руководителю дипломного проекта, он вам скажет, что нет, что-то ни в коем случае не курсиво, а надо выделять. А обычному на желтом фоне, предположим, в такую ситуацию, да? Вы просто весь стиль выделения подредактируете, сделаете желтый фон, а при этом шрифт сделаете обычным, а не курсивным. И вы увидите, что по всему тексту все, что было отмечено раньше, так, будет размечено. То есть, опять же, не надо ползать, не надо раскрашивать. В документе достаточно много было здесь выделено. Вы видите, все, но тут же поменял это. Те же самые преимущества просто на другом уровне, не собраться, не ассистировать. Если открыть этот список все стили, то их тут много. Здесь есть цитаты, есть сноски, есть гиперссылки, интернет-ссылки, да? Выделение жирным, курсивным и так далее. То есть, то, что обычно может применяться к этим силам. Ну, есть и другие же, смотрите, стили врезок, стили страницы, стили списка. Мы с вами это постепенно рассмотрим. Но сначала я хочу еще одну вам вещь показать. Я хочу показать, как можно автоматически настроить нумерацию в заголовках. А заодно мы разберемся с тем, как же она формирует заголовление. Более подробно. Потому что сейчас у вас заголовки нумеруются, но нумеровано селево-каписка. Суперка 1, она была уже здесь поставлена. И если я захочу добавить заголовок, скажем, до, то мне надо перенумерацию всех последующих, столетниками поменять. Я хочу сделать этот процесс автоматически. Чтобы разобраться с тем, как она вообще формирует оглавление о задней нумерации, можно зайти сюда, меню сервис, структура нумерации. И здесь я вижу следующее. Для первого уровня оглавления, она выбирает в документе те абзацы, которые размечены на конце головок первого уровня. Видите, да? Если я открою, я могу увидеть, что я, в принципе, могу выбирать любой другой стиль. И созданный самостоятельно в том числе. Но по умолчанию это так, и мы оставим это так. Номера у заголовков нет. А я могу его поставить, ну, скажем, арабской цифрой. Что-то я могу написать до номера. Видите? Например, я могу написать глава. И поставить пробирчик. Что-то могу после номера, допустим, точечку. И пробирчик. Это я настроила только первый уровень нумерации. Второй уровень я буду настраивать отдельно. В качестве второго уровня она выбирает абзацы, которые размечены как заголовок 2. Номер на них пока не стоит, но мы поставим. После номера я тоже хочу поставить точку. И пробирать. Обратите внимание, она может начать нумерацию заново. Это вот здесь вот управляется. На первом уровне она ее начинает. А может начать ее на втором уровне. Вот это на первом, она ставит ту цифру, которая идет от предыдущего уровня. Я, конечно, хочу вот такой вариант. На втором уровне. Если бы был третий, я бы его настраивала, но его нет. Поэтому на этом мы и завершаем. И от того, что я это сделала, нумерация в документе уже пошла. Видите? Но она не совпала с той, которая была раньше, потому что введение раньше не нумеровалось. А теперь нумеруется. И поэтому вот здесь вот глава 2 получилась, вместо главы 1. Надо привести в соответствии теперь эту нумерацию. Мне надо кое-что исправить. Надо убрать вот написанные номера. Надо отжать нумерацию на тех пунктах, на которые быть не должно. Поэтому я вызываю, чтобы быстро ходить по заголовкам, вот такой вот элемент навигатора. Вот он открывается. Я закрою пока стиле. Видите, именованные мои заголовки доступны мне вот в виде такого списка, чтобы быстро по ним перемещаться. Раз, дважды щелкнуло, я уже на выборах. Дважды щелкнуло, я уже на выборе. Курсор стоит там. Если мне не нужна нумерация на этом абзаце, вот у меня внизу, правда, она обычно вверху открытая, открылась панель, которая предназначена для работы со списками. Один ее пункт, вот этот вот, выключить нумерацию. Мне, как раз, сейчас нужно. Я на него нажимаю, и в результате этот абзац перестает нумеровать. Только этот. Только этот. Но я еще на выводы пойду, выводы тоже раньше не нумеровались, и тоже сниму с него нумерацию. А в остальных главах мне надо просто удалить рукописный номер, да, вот. Вот, лишний. У главы 1 есть пункт, на нем я тоже удаляю рукописный номер. Здесь есть. У нее тоже подпункт. И глава 3 удаляем на запись. Все, навигатор мне больше не нужен. Значит, теперь посмотрим на наш документ. Чуть меньше я сделаю. Ну, обновим углавление. Видите, да? Все совпало, только теперь слово глава написано. Ну и преимущества. Если я теперь захочу вставить где-то, скажем, вот здесь, дополнительный заголовок. Назовем его пробный заголовок. И я его размечу, как какой заголовок? Как заголовок первого уровня, да, он же не подпункт введения. Вот он у меня будет глава 1, а этот уже глава 2, а его подпункт 2.1, да. Допустим, я еще здесь захочу, вот из кусочка, который называется заемная светка, сделать заголовок второго уровня. Вот, это 2.1, а этот 2.2. То есть можно автоматизировать процесс так, чтобы вам про это думать больше тоже не приходилось. Только обновляем перед печатью вот это вот оглавление. И все, что свершилось, все здесь эффективно. То, что я рассказала у вас в этом файлике, вот оно. Значит, вот это вот про стили символов. Дальше про то, как настраивается нумерация заголовков, структура нумерации. Как вызывается навигатор и как с его помощью быстро исправить заголовки. Ну, а то, что я расскажу дальше, это немножечко про стили страниц и про колотикулы. Значит, вы, наверное, привыкли работать со страницами через меню, все-таки вот, которое... Конкретно настраивать формат страницы, или у поля, или там... Обрамление, может быть. Может быть, даже идет фон. Значит, но надо понимать, что в документе может быть тоже не один стиль страницы, а несколько. Но, как минимум, бывает первая страница, отличная от остальных. На ней обычно не присутствует номер, да? То есть на ней, в принципе, может быть, не включен полотикул. Может быть еще интереснее, может попасться широкая таблица, которую надо сделать не на книжном, а на альбомном листе. То есть поменять ариентацию внутренне. Вот, поэтому правильнее со страницами работать через стили страницы вот здесь вот. Сейчас у нас действительно все в один стиль, он называется вышли. Но давайте я сымитирую ситуацию, когда мне надо вставить как раз страницу альбомной ориентации. Предположим, вот этот фрагмент я хочу выделить на странице с отдельной ориентацией, с альбомной. Делать здесь, в биброофисе, я буду это так. Перед ним я ставлю разрыв страницы. Но не просто разрыв страницы, а с изменением стиля страницы. Вот здесь вот внизу есть список. И я могу поменять стиль страницы, которая появится за разрывом, на альбомной. Опс. Заметно, да, что это альбомная есть? Если я хочу, ну вот эту строчку лишнюю я удалю. Если я хочу вернуть нашу ориентацию после этого альбома, я опять вставлю разрыв. Но с изменением стиля на обычный. И вот он вернулся. Значит, получается, видите, два стиля. И каждый из них я могу настроить отдельно. Грубо говоря, я могу стиль альбомный взять сейчас и обронить. Вот, предположим, вот такой вот красный, широкий рамок. Захотелось мне. Остальных страниц это не коснулось. Потому что это стиль отдельной страницы. Если я захочу опять эту страницу сделать обычной, что мне надо сделать? А как еще можно это сделать? Ну, на обычный, на обычный, да. Я стою на странице, щелкаю дважды на обычный, все. Она стала той ориентацией, которая была. Захочу ее обратно сделать альбомной. Я среди всех стилей на эту альбомную сделаю ее замал альбомной. Могу сделать ее еще какой-нибудь. Какие тут есть, не посварианты. Значит. Пока у меня все страницы обычные, да, используемые в стиле. Включу вот они, все обычные. Но разрывы остались. Давайте я и разрывы удалю. Значит, это был заголовок второго урока у нас, да. И вот это вот был заголовок второго урока. Давайте посмотрим, что мы можем настроить в самом стиле страниц. Когда я открываю «Изменить», ну, естественно, поля, естественно, ориентация. Ну, интересны для нас вот эти две загадочки. Верхний и нижний колонки тут. Это то, что находится за пределами уже текста. То, куда больше вставляется нумерация страниц. Куда вставляется, может быть, информация об авторе документа. В поле, как копирайк записывается. Может быть, про дату документа, куда вставлена информация. В общем, это служебные поля. Сейчас они, как видите, отключены. И нижний колонки тут выключат верхний. Я эти опции нажму, я их подключу. И после этого они появятся. Вот появилась строчка. Давайте перейду. Обратно. Вот эта строчка – верхний колонки. А вот эта строчка – нижний колонки. И я могу в них вставлять нужную мне информацию. Давайте в нижний я вставлю номер страницы, как минимум. Делается это так – вставка, поля, номер страницы. Будет неплохо написать, из скольки эта пятая страница. То есть, сколько человеку до конца еще считать. Читать вашего книга. Значит, вставка, поля, количество страниц. Вот, оказывается, если пятая, если восемнадцать. Ну, а придать вид я, опять же, буду не каким-нибудь там выравнивать, а правой кнопочкой щелкаю по стилю нижней колонки. И его настрою. Я хочу выравнивание по центру. Я хочу шрифт помельче. Скажу десятку. И курсив. А еще я хочу сверху поставить обрамление. Чтобы у меня под чертой была эта нумерация. Это обрамление я ставлю так. Вот я просто щелкаю в нужное место. У меня там палочка выставляется. То есть, я могу и так выставлять каким-то образом. А могу управлять прямо непосредственно мышкой. Ну, а ширина палочки, она вздается вот здесь. А цвет вот здесь. А стиль там, пунктирный, не пунктирный, а здесь. Окей. Видите, как слабо. В предварительном просмотре можно посмотреть. Вот у нас так внизу пойдет. Нумерация, как каждая страница. В верхней колонтитлу можно еще более интересную информацию сделать. Знаете, в книжках бывает. Вы читаете, и вверху подписана какая-то глава. Ну, обычно все-таки вверху поможет в колонтитлу. Да. А с этого напишется. Может, автор написан. Бывает, что различаются левый и правый колонтитлу с одной, скажем, автора, с другой названием книги. Название главы. Значит, всю эту служебную информацию вы тоже можете вставлять через меню «Вставка поля» дополнительно. Ну, вот, кстати, автора нужно прямо отсюда. Дополнительно. Здесь, смотрите, автор, время, глава, имя файла. Давайте мы ставим даже статистику. То есть в конце документа можно ставить, сколько в нем абзацев, символов, таблиц изображений и прочей ерунды. Значит, давайте мы ставим просто название главы. Причем название главы можно вставлять там с номером, без номера. Можно главу первого уровня только вставлять, а можно прям, ну, допустим, вторая будет. То есть при изменении на вторую она будет подписывать в районе второй главы, имя второй главы. Давайте мы оставим на первой. Я говорю, вставить, от этого вроде ничего не произошло, но оно произошло. Вот она, ставим название. На следующей странице видно, да, то есть я уже не вижу, что это заголовка самого главы, но я вижу в колонтитулах название этой главы. Я могу сейчас настроить стиль верхний колонтитул, так, чтобы мне это нравилось. Я хочу тоже шлифт помельче, курсивный. А в отступах я не хочу отступ первой строки, чтобы был. И хочу обрамление вот такую черточку снизу. В предварительном просмотре мы увидим нечто выставлено. Понятно, да? Просто, наоборот, вставляйте что хотите, куда хотите. Тут с отставкой просто, где курсор, куда и ставится. То есть если у меня здесь курсор и отставка поля номер страницы сделаю, то он ставится непосредственно сюда. Поэтому надо сначала вставить, куда вы хотите, а потом уже к вам вставлять, что вы хотите. Но под этим колонтитул он должен вставиться. Номер страницы. Где нужно? Здесь курсор. Колонтитул. Вот это черточка. Под ней должен быть. Нет, но дело не в черточке. Дело в том, что это поле за пределами основного поля. В основных полях текст перетекает со страницы на страницу. Колонтитулы находятся отдельно и они фиксированы. В них не может текст попасть за страницу. Они отдельно, это на полях страницы. Но в них вставляется свой специальный текст. Допустим, нумерация страницы. Допустим, сюда можно просто написать свою фамилию в каждой документе, чтобы она повторилась на каждой странице. Если поставишь цифру, то она может повторяться. Но если вы просто поставите цифру, вот поставлю цифру 6. Вот открою вот это все, поставлю цифру 6, все будет цифра 6. Потому что это просто текст. Это не поле, которое автоматически заполняется информацией. А если я вставляю специфическое поле, такое как номер страницы, то это ее задача знать, что это страница 5, а там дальше она посчитает, и это будет страница 6. Из 18 она тоже возьмется, когда она просчитается. Если я, скажем, изменю сейчас стиль базовый таким образом, что у меня будет не двойной, а одинарный интервал между текстами, страница стала 12 фраза, да, вместо 18. То есть вы про это тоже уже не думайте. Это она, только вот тут вот надо опять обновить. Вот, 12-я страница. Так, колонтиту мы посмотрели. После колонтитулов я предлагала вам разобраться со вставкой иллюстрации и именованием и посмотреть, какие списки тут автоматические еще можно получить. Но давайте попробуем ставить картину. Куда не будет документ. Дело в том, что все изображения в документе, вам же тоже может захотеться, чтобы они единообразно были отформлены. В одинаковых рамках, с одинаковым доступом от текста, а с одинаковым от текания, значит, все это, естественно, тоже можно сделать, потому что этим управляют вот эти стили, стили врезы. Когда я вставляю изображение, я его сейчас найду, вставка изображений из файла, я его найду в папочке, которая у меня заранее где-то была под это задание заготовлена. Вот, скажем, вот эту вот картинку. Как только я его вставила, видите, активизировался стиль среди стилей врезок, который называется изображение. И я могу, в принципе, уже его настраивать. Но я сейчас этого делать не буду, потому что я хочу сделать еще одну вещь. Я хочу эту картинку подписать. Но обычно же все рисунки подписывают. Да, да. Чтобы это сделать, я правой кнопочкой на ней щелкаю, или можно через меню вставка пойти и нахожу пункт названия. Вставка названия, она сама понимает, что это иллюстрация. Есть еще варианты, допустим, рисунок. Но я оставлю иллюстрацию. И там и название. Это иллюстрация. Что там было написано, нарисовано? Там была такая всякая дырка в экране. Дырка в мониторе, так и называют. Вот. Она предлагает, значит, сразу пронумеровать ее, видите? Я жму ОК и вижу подпись. Причем у меня появился еще один стиль врезка. То есть эта картинка изображения находится внутри врезки. Там она находится, вместе с этой подписью. И тогда я давайте настрою вот этот стиль врезки. Я его изменю каким образом? Ну, пусть будет обрамление. Пусть оно будет не черное, а красное. Пусть оно будет пошире. Пусть будет обтекание, скажем, оптимальное. Пусть будут отступы от самой рамки до текста, чтобы текст не прилипал к ней. И это, пожалуй, что пока все. Только единственное, что мы с обтеканием. Вот. То есть я ее могу разместить куда-то, она обтекается текстом с того места, где я разместила. Значит, отступы есть, рамка есть, да, все есть. Когда я буду вставлять следующую картинку, предположим, я буду ее вставлять выше, вот сюда вот. Закружение из файла. Скажем вот эту картинку. Как только я дам ей название, а это у меня как и будет скриншот. Видите, она дает ей сама тоже, чтобы она не применилась сразу, это улезло. Вот. Она дает ей номер первый, а та, которая раньше была первой, стала номером второй. Автоматически. Она по порядку будет номера, сверху внизу. Если я изменю стиль врезки, например, с красной рамочки на зелененькую рамочку, то у меня поменяется и здесь, и здесь, да. Если я изменю отступы от текста, во всех случаях сделаю больше, то они у меня везде поменяются. То есть, если я какой-нибудь фон положу, не знаю, я убежу, да, но этот фон ляжет под те слова, которые мне, как раз, не хотелось, чтобы там было. Поэтому фон я обратно уберу. Фон не уберу. Вот. Я не говорю, что это правильно так, как бы раскрашивать все картинки таким образом. Я специально цвета беру, чтобы вам было видно, что как-то это, как-то я не поняла, почему это сравнивало. Я вроде настраивала, настраивала. От текания. А оно напротив летло. Ты не поняла? Ну, очень как-то удачно. А здесь будет. Оттекание. Первое. Не знаю, здесь все сработалось. Значит, еще смотрите, то же самое я могу делать и с таблицами. Я могу их также автоматически нумеровать. Вот у нас есть одна таблица в документе. С ней, кстати, есть проблема. Она не так выглядит, как хотелось бы. У нее, видите, отступы есть у каждого абзаца. В таблице это некрасиво. Эту проблему я буду решать как? Я создам стиль. Ну, в принципе, я могла бы его найти, но специально, чтобы вы видели, я его создам. Я на основании стиля базовый создам стиль, назову его текст в таблице. Он будет весь основан на базовом, все параметры возьмут с базового. Единственное, что у него не будет отступа первой строки. Я не хочу, чтобы он был. Я его создать создала, но, видите, он не применился, потому что он у меня пока не находится в использовании. Он находится у меня в стиле пользователей. Вот он текст таблицы мой. Я его применила, и вот теперь вот уже он появился и в этом списке, и применился к этой таблице. И если я буду следующую таблетку делать, я к ней буду применять этот же стиль, и тогда у меня будет все одно тикло. Так вот, на этой таблице стоя, я тоже правой кнопочкой могу дать ей название. Назовем ее таблицей первая. А, ну, просто первая. А, ну, очень удачно. Один параметр забыла. Значит, она здесь спрашивает, сверху или снизу, и по умолчанию почему-то снизу больше таблицу подписывает. А у нас как-то принято все-таки сверху. Первая, пусть это будет сверху. Вот она, подпись с нумерацией. Подпись появилась, к ней, видите, какой стиль завелся, таблица. Я только хочу его изменить так, чтобы выравнивание было по правому краю. Это тоже принято, вот справа, подпись. Когда я добавлю другую таблицу сверху, скажем, предыдущую, скажем, вот сюда ее вставлю. И дам ей название. Сверху. Назову ее вторая. Вторая она мне не по порядку будет, а во времени создания. Вот. Таблица 1, 2. Таблица 2, 1. Нумерация пошла автоматически. Ну и еще покажу, что я могу вставлять, оказывается, не только оглавление в документы. Вот когда оглавление вставляли, мы не рассматривали вот здесь вот ничего. А здесь можно, смотрите, выбрать, что конкретно мы хотим вставить в документы. Мы можем вставить, кроме оглавления, список иллюстраций, список таблиц, библиографию, только для этого нужно определенное действие тоже делать. Алфавитный указатель тоже надо определенным образом текст размечать, потом автоматически можно этот алфавитный указатель вставить. То есть, чтобы это все можно было задействовать, сначала разметку сделать. Где-то заголовками мы разметим, где-то название вставим. Ну вот давайте вставим список иллюстраций. Вот он, пришел третья страница, дырка в мониторе, пятая страница. И вставим список таблиц, коль у нас уже эти таблицы есть. Вот список таблиц. То есть, вам ничего не стоит сделать документ профессионального вида, если вы будете эти вещи использовать. Вот здесь вот в навигаторе у нас, кроме помки, мы раньше смотрели только главы были, а теперь видите, все таблицы есть. Мы можем по ним перемещаться. Все изображения есть, мы можем по ним перемещаться быстро. Все именованные объекты нам доступны для того, чтобы мы быстро к ним перемещались и делали по ним различные вот такие списки. Это мы посмотрели с вами. Ну тут остальной, вот, список иллюстраций вставить, да? Формирование алфавитного указателя я уже не буду с вами разбирать. И на практике тоже, наверное, не надо. Но если вам где-то понадобится, то вы можете посмотреть и научиться это делать. Сейчас покажу, как сохранять, экспортировать в PDF и как сделать шаблон документа, потому что шаблон – это настройка всех стилей. То есть, когда вы один раз создадите контрольную и настроите стили так, как вам нужно для всех остальных контролей, вы можете сохранить настройки стилей в виде шаблона и больше уже не заниматься настройкой, а только разметой.